Григорий Чигодаев Мы только открылись, пока в тестовом режиме будут приходить только мои гости, я сейчас их пишу. Но сначала мне бы хотелось узнать немножко информации о вас, чтобы вы представились, стоит ли мне вас нанимать на работу в этот ресторан или нет. И почему вы решили выбрать работу в ресторане, где представлены только российские вина? Ну, позвольте представиться тогда профессионально. Я проживаю в городе Краснодар. Это столица Кубани. Кубань – это главный винодельческий регион России на сегодняшний день. 70% виноградников выращиваются в нашем регионе. И поверьте, вино для меня стало смыслом жизни уже лет как семь. И разбираться в вине, дарить людям эмоции, дарить знания, продвигать их. Для меня это очень интересно. И я очень счастлив, что наконец-то появляются рестораны, где есть винные карты с российскими винами. Это очень хорошо. Потому что мы их все долго-долго ждали, как сомелье. Они наконец-то появились. Им нужно уделять внимание. Их нужно людям доносить. Я поняла, но все-таки вы хотите у меня-то работать? А у вас я хочу работать, знаете, с какого момента? С того момента, когда я узнал, что вы стали победителем первой женщины. Год не называй, пожалуйста. Чемпионкой России среди сомелье. Спасибо. А после того, как я еще наблюдаю периодически ваши посещения Санкт-Петербурга, где вы встречаетесь там с Леонидом, с нашим... Ну что вы выдали все тайны, господи. Боже мой. Ну слушайте, раз уж вот... Ну вот раз уж, знаете, вы прям раскрыли мой секрет, да. Я считаю, что есть определенная диета в жизни любой женщины. И вы, наверное, знаете эту фразу, ин виноверитес. Ин виноверитес. А дальше? Ин аквасанитес. Как вы считаете, это правда? Это абсолютная правда. Таких пословиц очень много на самом деле. Ну знаете, будете работать у меня. Я считаю, вот надо поменять наоборот. Я считаю, что жизнь там... Вы считаете, что истинно... И здоровье, и жизнь, она-то все-таки... Там главная мера, мне кажется. А может быть, мы с вами потом продолжим. Вы знаете, мой ресторан называется Шато Тамань. Пока кодовое название. Как вы думаете, мы можем еще что-то подумать над названием? Или это достаточно? Можно назвать и... Высокий берег, как линейка их вин, ресторан. Креативно. Да, почему нет? Правда, никто этот берег пока не видел, но можно будет про это рассказывать. Прекрасно. Еще такой вопрос. Сегодня я посмотрю за вашей работой. Вот за вас такой человек серьезный звонил, что как бы уже 50% на вашу счету. Не секрет, это кто? Секрет. Это был не Леонид, если что. Вот, и все же, сегодня вечером большой банкет, да, и все творческие люди, они все из театра Ермоловой, все любят поэзию, все там в спектаклях. И, конечно, вы будете вести это мероприятие, как с Амелье. Вот, и вот я хотела бы, посмотрите, начать. Вы можете выбрать строки, или это, или это, какая вам ближе, и попробовать, ну, вот, сказать, как вы начнете это творчески, знаете, красивым поставленным голосом. Я выберу первое. Давайте, может, вам встать будет удобнее. Ну, теперь это у нас все артисты театра Ермоловой. Был бы я благочестен прославиться рад, Был бы рад за грехи не отправиться в ад, Но божественный сок твоих лос виноград, Для души моей лучшая из наград. Я показываю вам зал, Артур Георгиевич встречает первых гостей, это наш менеджер. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Мой помощник, правая рука. Работаем. Добрый вечер. Позвольте представиться, меня зовут Григорий, я с Амелье данного ресторана. Приветствую вас. Я сегодня знаю, что вашей спутнице день рождения. Да. Ну, так давайте начнем отмечать с удовольствием. Для начала на аперитив я вам рекомендую все-таки освежиться игристым. Мы любим красные вины, думаете, игристые нужны сразу? Я бы вам рекомендовал игристые, но так как вы предпочитаете красные, тогда я рекомендую вам его подать, но все-таки с элементом красивым. Я рекомендую его декантировать, потому что то вино, которое вы просили заранее, это очень сложный продукт, который долго выдерживает с дубовой бочки. Ему просто необходимо больше объема, больше свободы. Я его проверирую, так как оно достаточно молодое, но при этом осадок там все равно возможен. Буквально пару минут, я все подготовлю и мы начнем. Ждем вас. Итак, пожалуйста, бокал. А почему вы предпочитаете именно красное вино для начала? Столько разнообразных белых вин? Ну, на самом деле, как бы такой приятный вечер и уже хочется выпить красного вина как более сложного. Может быть, я слышал, что у вас кавказская кухня здесь, поэтому тоже подумал, что... Ну, у нас и кавказская, и русская кухня. Вы по поводу дагестанского ягненка? Я по поводу менеджмента, да, да. Мне также сказали, что у вас аллергия на воск. Да, есть такая. Декантация делается все-таки надсвечкой, но мы не будем ее использовать. Специально для вас, по вашей просьбе. Спасибо. Я обойдусь без нее сегодня. Итак, прошу. Великолепное вино. Хорошее вино, да? Да. Делается в имении Эксикоры. Это Кабернес-Савиньон, премиум 2014 года, сухое красное вино. Это первое вино, защищенное наименование по месту происхождения, которое делается на Кубани. Интересно. А что это такое? Это Новороссийский район, ВЗНП. Это категория апелласьона. Это говорит о том, что этот виноград для производства этого вина, виноград был выращен под Новороссийском. Понятно. Григорий, знаете-ка еще вопрос? У меня супруга часто любит белое платье, а вот если пятна красные от вина бывают, чем-то это можно убирать как-то быстро? Знаете, на одном мероприятии профессиональном один винодел посоветовал мне использовать белое вино. Просто можно полить, тем более, когда платье белое, оно очень будет эротично выглядеть. Понятно. Я предпочитаю все делать очень красиво, нежно и чисто. Потому что испачкаться мы всегда успеем. Еще не вечер. Ой, как вам повезло. Поверьте, такое вино, оно украсит любой вечер. Вино очень свежее, чистое. Великолепно. Очень мягкий вкус. Аэрация ему поможет раскрыться. Вообще, вы понимаете, почему стоит вино аэрировать? Честно, нет. Самый главный враг и помощник красного вина – это кислород. Он помогает как раскрыть аромат, так его и убить. Так вот, молодому вину нужна именно аэрация. Осадка здесь практически нету. Нам везет. Нет, чуть-чуть все-таки есть. Нам помогает свет. Здесь очень хороший свет. Попробуйте, пожалуйста. Если вы желаете, я могу также порекомендовать что-то на основной курс под это вино. Да, да, интересно было бы. Я вам рекомендую обратить внимание на нашу местную говядину, которая выращивается на Кубани. У нас уже есть такие хозяйства. У нас уже есть такие хозяйства. Лобинское мраморное мясо производится. У нас очень хорошо готовят. Рекомендую прожарку медиум рай. На гарнир можно овощи на гриле тоже выращенные на нашем приусадебном участке за рестораном. У вас свой участок есть, да? Да, конечно. На заднем дворе. Спасибо. Мы можем с вами после ужина посмотреть. Спасибо, Григорий. Я вам желаю приятного вечера. Если я к вам еще что-то понравится, я к вам вернусь еще. Можно вас пополам на минутку? Добрый вечер. Меня зовут Григорий. Добрый вечер. Здравствуйте, Григорий. Мы с друзьями не очень доверяем русскому вину, потому что постоянно слышим, что оно порошковое. Все передачи, как я включаю телевизор, там всегда говорят, что русское вино порошковое. И мы вообще пьем обычно итальянское, французское. Я очень люблю. И мы принесли с собой несколько бутылок, хотели здесь распить, а взяли, и официанты все перепутали. Так давайте мы разберемся. Мы вот не знаем, что где, и хотели вас попросить помочь, потому что здесь целых 8 образцов. Если поможете, будет очень здорово. И чтобы нам совсем не запутаться, потому что мы на самом деле в вине не очень. Я вот знаю, есть хорошие кьянти и шабли. И вот можно вас попросить отставить одно русское, ну русское сюда, а вот европейское туда? Как вам такая идея? Давайте, давайте попробуем. Специально для вас, чтобы... И вы, пожалуйста, нам расскажите, почему вы так считаете? Ну давайте начнем. Очень интересно. Первый образец у нас. Вино очень чистое, прозрачное, с зеленоватыми оттенками, без осадков. Аромат очень чистый, свежий, молодой, вино молодое. Можно у вас поинтересоваться? Да. Вы хотели бы, чтобы я вам профессионально эти вины оценил? Либо чтобы вам дать понять, что все-таки... Я вот этих ваших терминов не понимаю. Я знаю, что вино бывает вкусное, особенно хорошее, полусладкое. И вот, чтобы мне понять, вот расскажите, пожалуйста, такайское я люблю вино. Такайское? А вы знаете, где его делают? Ну, в Такайске. В Такайске? Ну, примерно так. Раньше было. В советское время. Слава богу, сейчас времена меняются. А сейчас в Италии его делают? Сейчас? Извините, пожалуйста. Я ж поперхнулся. Что-то не очень, да? Не, вино отличное. Но это российское вино. Свежее. Комплексное. Вино отличное, но это российское. И это плюс большой. Потому что еще совсем недавно такого не было. Если можно, скажите, из чего сделано? Вино без выдержки в дубовой бочке. Очень свежее. Полуароматический сорт. Я думаю, что это может быть пенноблан. Российское мы отставляем вправо. Как хотите. Просто две кучки. Второе у нас. О, такое приятное. Из романтичного сорта сделано. Романтичный сорт. А что значит романтичный сорт? Интересно, что такое полуаромантичность. Очень хорошее замечание. А романтичный сорт, он же романтичный. Потому что он очень приятно пахнет. Нравится девушкам. Романтичным натурам. Я думаю, это тоже российский продукт. Очень нежный. Это может быть наш мускат, либо гюрестроминер. Очень приятный образец. В черном бокале. Я думаю, это тоже может быть российское. Мне бы хотелось, чтобы оно было российским. Но нет. Я думаю, что это не российское вино. Из сорта винограда. Рислинг. Это тоже очень приятный, ароматичный сорт винограда. Белое. Откуда же оно? Откуда? Я думаю, оно может быть из музоля. Очень цветочный такой образец. Фруктовый. А вот это наш рислинг. Российский. Очень приятный. Более энергичный, я бы сказал. Более насыщенный в теле. Сухое вино у нас. Тоже без выдержки в дубовой бочке. Но это... Европейец. Такой хороший. Среднего уровня европеец. Из Каберне-Савинена. Смерло. Ассамбляж. Следующий образец. Это у нас сорт винограда. Гаме. Гаме с хорошей комплексностью. А что значит хорошая комплексность? Ну, я попытался выразиться непрофессионально, чтобы вы поняли все. Это Франция. Комплексность, это значит, что Гаме вообще... Гриша, ну посмотрите на меня, ну пожалуйста. Ну что это происходит? Вы выпили половину наших образцов. Я совершенно ничего не понимаю. Какая комплексность? Вы можете определиться где-то, какое вино вам налить? Какое вы предпочитаете? Российское или европейское? Нет, я не пью российский вино. Посмотрите на меня, о чем вы говорите. У меня на них аллергия. Вы можете мне точно сказать, что со мной ничего не будет, если я выпью российское вино? С вами точно что-то происходит. Я пытаюсь понять, где какое вино. Поверьте. Это очень важно, иначе вы точно можете отравиться. Ну вы, кстати, перестали называть образцы. Вот это европейские образцы, а вот это российские. А можете сказать по номерам? Вот шестой вы сказали Гаме, а дальше связь прервалась. Седьмой это у нас российский образец, Каберне Савиньон. А восьмой это у нас европейский образец, я думаю, может, это Испания. Каберне Савиньон. Спасибо. Подождите, не уходите. Я к вашим услугам. Скажите мне, пожалуйста, разве это прилично, предлагать женщине российское вино? Вот вы, своей будущей жене, смогли бы? Вы мне делаете предложение? Пока еще нет. Я женатый человек. И поверьте, моя жена очень любит российские вины. Особенно игристые. И я вам рекомендую. Очень хорошие есть. Специально для вас. Желаете бокал? Вы женатый человек. Специально для меня не надо, но принесите. Я рекомендую всем насладиться. Это комплимент? Это комплимент за счет сомелье. Ого-го. А это русское будет? Это будет... Русское вино? Да. Хорошее? Очень. Не порошковое? Нет. Порошкового вина не бывает. Сейчас я вам это еще раз поспелюсь. Сначала тому столу дать попробовать. С меня вот... Артур Георгиевич. Да. Мы боимся российское пробовать. Может, тот стол сначала? Это вы им отправляете? Нет. Мы хотим посмотреть, что с ними будет. Потом, может, докажем. Можете мне поверить, с ними будет то же самое, что и с вами. Пожалуйста. Шато Тамани резерв. Выдержанное белое. Послушай, я думаю, что ребята еще немножко подождут. Ладно, ты подойди к ним. Очень капризные... Он должен был. Добрый вечер. Меня зовут Григорий. Добрый вечер. Здрасте. Мы с другом. Да. Актеры театра Ермоловой стали старые закалки. И мы, как люди уже не молодые, предпочитаем... Крепкая. Водочку. 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 Можно нам с другом хороший, прозрачный, мягкий, холодный водочка. Обязательно. Только холодный, только... И девчонок. Извините, пожалуйста, но, по-моему, я не по этой части. Я по части водочки, вина и воды. Тогда водочки, а там разберемся. Хорошо. Буквально секунду. Позвольте узнать, как же вас зовут? Роман. Роман. Я вам рекомендую все-таки начать этот вечер с вина. С игристого. С игристого. Не с красного тихого или белого тихого, а с игристого. Поверьте, это отличное начало вечера и праздника. И вообще, знаете, вот, игристое вино, это даже не вино, это настроение. Вот вы сразу настроение поймаете, правильно. Я вам рекомендую все-таки игристое вино. То есть вы предлагаете в игристой водочке? Ну, если вы так желаете, мы можем это сделать, но чуть попозже. Что скажешь, коллега? Только подайте красиво. Хорошо. По-другому мы не умеем. Сейчас все сделаем. А вы не знаете, что там за девушки за тем столом? Очень, кстати, интересные девушки. Надо их убедить, что российские игристые вина лучшие. Я уже это начал делать, и с вашей помощью нужно это доделать. Это бокал для меня. Одну секундочку. Не оставляй без внимания, пожалуйста, наши гости. Конечно. Пожалуйста. Шатотамани резерв выдержанный. Здравствуйте. Это для вас. Здрасте. Нет. Вообще. Я прям еду и думаю, сейчас прям холодно на ваш шампанское. Вот на вас только не похоже, что вы шампанское. Обычно водку. Как-то чаще. Просили. Просили. Добрый вечер. Буквально пару секунд до ваших спутников. Почему я тоже буду? Можно мне бокал тоже подать такой же? Может, все-таки чего-нибудь покрепче? Не, зачем? Зачем? Вечер только начинается. Ну пусть начинается сразу правильно. Ребята, шампанское я вместе сниму. Пожалуйста. Чего? Вместе с ребятами будет шампанское. Хорошо. Я вам рекомендую все-таки про шампанское пока не думать. Почему? А с чего вы обычно начинаете свой ужин? Я? Да. Вот мне кажется, все начинают с шампанского. Вот чтобы поймать настроение хорошее. Вы правы. Да? Вот и я тоже так подумала. Но лучше начать, наверное, может, с коктейлевом на базе водки. Не ожидает предложение. Давайте, не отказывайтесь. У нас очень хорошо коктейли делаются. А можно мне сделать его таким вот шипучим, как шампанское? Шампанское. На базе водки нет. А почему водки? Я не хочу водку вообще совершенно. Я вам рекомендую. Самый нейтральный, при этом приятный продукт. Пробуйте. Ну, не отказывайтесь, пожалуйста. Поверьте, вы потом скажете. А какой коктейль вы мне вот нальете, скажите, пожалуйста? Скру драйвер. А что там будет? Это отвертка называется. По-русски. Коктейль апельсиновый сок. Я хотела что-то такое красивенькое, романтичное, как шампанское. Вот крю драйвер звучало, а вот отвертку я как-то не хочу. А это по-русски, потому что это классический коктейль, который делается уже на протяжении более чем сто лет. Желаете? Пока вы подумайте, я к вам вернусь буквально пару минут. Да, я подумаю. Как вам вино? Спасибо, что заметили. Пожалуйста, наслаждайтесь. Господа, ну как? Тот столик рекомендует. Ну, а чего они сказали? Хорошее вино? Отличное сказали. И попросили с вами даже... Да? Хорошее вино? Познакомиться хотели. Да. 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 У меня на российская аллергия. Попробуйте, пожалуйста. Вы хотите что? Вы женатый человек. А как это связано с аллергией? Ты же не знаешь, какая у нее аллергия. Да. Пожалуйста. А вот можно спросить, почему вы говорите, что это русское вино, а написано по-французски шато-тамань и резерве? Ну, это латинский язык. Это во Франции делается вино? Нет, это делается в России. Игристое вино географического наименования. Экстра брюд. Кислое-кислое, да? Нет. Наоборот. Сладкое сладкое. Приятное-приятное. Полусладкое оно? Экстра брюд. Это категория остаточной сладости. Углекислый газ усиливает ощущение от кислого вкуса. Ну, то есть кислое-кислое вино? Нет. Попробуйте. Оно очень приятное. Очень цветочное. А почему мы пьем из таких бокалов, а не вот как Мэрилин Манропела, джази только девушки, такие бы у нее были? Из флюте? Нет, такой... Или креманки? Ну, флюте, по-моему, вытянутый, как флейта, а это такой у нее был большой бокальчик. Значит, да. Как грудь. Да, Мадам Пампадур, известная притча. Вот почему у нас такие? А в этом бокале аромат гораздо лучше раскрывается. Вы не чувствуете концентрированные оттенки углекислого газа, который начинает выделяться. Можете ощутить всю полноту и гармонию фруктовых оттенков, цветочных. Булкой пахнет. Чем пахнет? Булкой. Правильно. Булочка – это такая особенность игристых вин, сделанных классическим методом. Классический метод – это вторичная ферментация тихого вина в бутылке. Знаете, когда вино тихое наливает в бутылку, пробку закрывают, и оно начинает там бродить вторично. А углекислый газ, он просто-напросто растворяется в вине, именно поэтому он присутствует. А они тоже самое пьют? Они, да. А, ну ладно. Григорий, а можно еще на секунду? Я, конечно, крайне польщен жестом того стола. Я так понимаю, что родственные отношения у нас примерно одинаковые. Поэтому я смело могу предложить даме бокал вина. Только предложите его, пожалуйста, так, чтобы, ну, как минимум, я ушел с номером ее телефона. То есть опишите ей красиво, на ваш вкус, какой-нибудь бокал вина. За тот стол. Совершенно верно, да. Ну, один. Хорошо. Девушки. Верное замечание. Спасибо. Спасибо. Григорий, а что там по нашим девушкам? Итак, вино, которое я хотел бы вам предложить. Очень интересная этикетка, разработанная, нарисованная художником. А хозяйство называется Уппа Вайнери от винодела Павла Швеца. Это уникальный проект. Первый биодинамический винодельник, который располагается под Севастополем. Очень приятное вино. Ассамбляж рислинга и местного сорта автохтонного крымского кокур. Урожай до 2016 года. Несмотря на то, что это вино сухое, в нем вы почувствуете невероятную свежесть и фруктовость в аромате. И яркую такую сочность во вкусе. После этого вина, я думаю, вы перестанете пить крепкие алкогольные напитки. Ну, вот с этого можно было начинать, вы знаете. А то вот с отверткой мне совсем не захотелось. Попробуйте, пожалуйста. Павел Швец – это уникальный человек, который и сомелье, и винодел, который основал собственное хозяйство и производит по-настоящему интересные комплексные вина. Именно в том месте, где до него никто не осмеливался это делать, потому что виноградник располагается достаточно высоко над уровнем моря. Там очень сложно работать. Труд только ручной. И это мы можем ощутить в этом вине. А вот это рука, которая делает это вино. Приятного вечера. Григорий, а можно вас на минутку? Гриш, слушай, это… ну, там… они все пытаются по поводу… подожди, не нервничай, успокойся. Они все пытаются по поводу описания вина Игористова. И эта кровопийца, Юлиана Вячеславовна, она меня просто достала. Пожалуйста, подай ей любимое ее вино. Любимое вино? Да, любимое вино. Юлиана, пожалуйста. Это Шато Томани, Шардоне, резерв 2015 года. Боже, как вы узнали? Разведка донесла. Говорю, уважный человек звонил. Наслаждайтесь. Стараемся, Юлиана Вячеславовна. Очень приятный вино. Могли бы вы мне его описать? Безусловно. Вино насыщенного золотистого цвета, с зеленоватыми оттенками, очень чистое, прозрачное. Очень тельное, потому что ножки есть, немедленно стекают. Аромат очень чистый, свежий и комплексный. Чувствуется, что вино выдерживалось в дубовой бочке. Яркие оттенки белых фруктов – это яблоко, ананас, цитрусовые. Белые цветы акации. Во вкусе у вина великолепное среднее тело, умеренный уровень кислотности, умеренный уровень алкоголя. По мне, я теперь понимаю, почему вам это вино понравилось. Потому что оно очень легко пьется, очень гастрономичное при этом. И его можно выпить достаточно много. Это важно. Не могли бы вы сказать, вот сегодня я ужинаю с друзьями, конечно, я принесу свое вино. Я не очень понимаю в этикетках, там написано «резерв». Мне можно это как-то объяснить, чтобы я за соломой была звездой понимания? Шато-Тамани – это очень уникальное для России на сегодняшний день уже хозяйство, которое постоянно экспериментирует. И это линейка резервных вин, которые выдерживаются в дубовых бочках, делаются со старых лоз виноградников. И резерв подчеркивает, что это специальное кви. Спасибо. Бегите, вот к этим уже ради бога. Григорий, я все-таки уточнить, там имена девушек-то… Уже пишут. Вот знаете, Григорий, еще просьба. Можно вот от нашего стола вот с моим другом мы решились, вот подайте им по бокалу вина, но так, чтобы вот прям вот расположить сразу, чтобы ничего делать не надо. Пожалуйста. Хорошо, сейчас попробуем. Скажите, там что-нибудь. Сейчас все сделаем. А это что такое? А это еще один комплимент. От вас? Нет. Это вот от тех молодых людей, которые бы очень желали вас угостить. А Сереже тоже они передали? Да, но уже с вами. Все нормально. Любимое вино нашей владелицы. А что это такое? Рекомендую. Шато-то-мани-резерв. А это тоже игристая? Шардоне, нет. Белое сухое вино. Урожай 2015 года. Ты пьешь шардоне? Пьешь шардоне, но не российский. Ну, шардоне, оно это и не российский сорт винограда, но в России он очень хорошо получается. А первое вино из какого сорта было? А первое вино из шардоне тоже. Это не романтичный сорт винограда, и он прекрасно будет. Не романтичный? Вино романтичное, а сорт нет. Одну секунду. Гриша и ребята еще ждут описания. Это игристое вино, сделанное классическим методом, с выдержкой на осадки. Это винтажное, 2005 года. Вино долго выдерживается на осадке, от этого приобретает комплексный аромат белых и желтых фруктов, свежей выпечки, сухих цветов. С ним можно провести не одну, не один час времени. Перляж очень нежный, хороший. Вино очень освежающее, комплексное во вкусе. Прекрасная кислотность и прекрасный, долгий, продолжительный финиш. Но я думаю, можно будет продолжить и чем-то еще покрепче, попозже. Вы пока подумайте, что, а я к вам подойду, буквально секунду. Можно попросить вас познакомиться с теми молодыми людьми? Вы за кого меня принимаете? Это вы у меня спрашиваете. Сколько они вам заплатили? Ну пока еще не сколько. Это про нас. Я отдыхать пришла. Ну, познакомиться для того, чтобы просто провести вечер в компании с бокалом вина. У меня есть компания. И вино вы тоже принесли. У меня все есть. Еще можно вас вспоминать. Это было дорогое вино? Это было очень дорогое вино. Очень приятно. Это они оплачивают, да? Это они вас угощают. Спасибо. Знакомьтесь с ним. Пишите. Восемь. Можно у вас... И малки нету вспомнить. Давай, записывай. Это калькулятор. Давайте записываем. Восемь. 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 Девять. Сот пять. Семь. 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 Пять. Три. Пять. Хватит. Покажите мне время. Григорий. В общем-то, ваши задания закончились. У вас осталась минута. Если вы хотите, можете что-нибудь сказать залу. Если хотите, выдыхайте. Хотите, я вас угощу своим любимым вином? Я, с вашего позволения, возьму бокал, который мой тут стоит. Не буду. Мы на работе. Молодец. Я уже там передал номер, телефону. Я думаю, все будет хорошо. Ну все. Пять, четыре, три, два, один. Григорий Чагадаев. Продолжение следует.